Продолжение следует... 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 Значит, мы, лица, участвующие в деле, вернее, судья, здесь перечисляется, кто участвует, значит, судья, про кого-то говорили, сейчас это судья. Лица, указанные в части первой, то есть судья, не могут участвовать в производстве по делу, также в случаях, если имеются иные обстоятельства, дающие основания полагать, что они лично, прямо или косвенно заинтересованы исходить в дело. То есть мы рассматриваем вашу попытку ограничить наши права и использовать доказательства в нужном вам правом фанте, как вашу заинтересованность в исходе этого дела. И вот по этому основанию мы заявляем вам отвод. У вас все? Понятно. Вопросы есть, скорее, при жарахтасе. Вопросы в те. Поменяем уже кое-то. Я полностью поддерживаю заявленный отвод вам в суде, я считаю, что вы косвенно, прямо или косвенно заинтересованы в исходе этого дела. Понятно. Саживайтесь. Обвиняемый дедушек. Пожалуйста, ваше мнение по заявленному отводу, а только это не ты. Я поддерживаю. Наш коллега очень подробно рассказал об обстоятельствах, и мы поддерживаем его. Поддерживаем его. Так, подойдите, что сторона. Я считаю, что доказательства заинтересованы, если предвзяты, если не предоставлены, так это хорошо. Присвольте, пожалуйста. Ну, я нахожу тенденциозным очень заявление адвоката, и поэтому считаю, что удовлетворить отвод нельзя. Да, он нельзя. Кузьмин Геннадий Александрович, я также считаю, что отвод вытворить нельзя. Потому что все аргументы, которые приводит обратная сторона, они говорят о субъективном отношении к этому суверенному процессу. Считаю судью, чем? Какой-то предвзятость. Понятно. Что я переделал? Не вижу никакой предвзятости, я против отвода. Прошите. Все выступили, да, по тебе же? Я тоже не согласен. Понятно. Попробуй, пожалуйста, ваше мнение. Ваша честь, выслушал доводы заявленного ходатайства. Я считаю подлежащим заявлению без удовлетворения данное ходатайство заявлено адвокатом. Обвинение не видит никакой предвзятости и заинтересованности в деле. Данное постановление, оно подлежит обжалованию, поэтому я прошу отклониться. Пожалуйста, реплики. Да, я дополнение сделаю. Значит, первое, сейчас у меня попросил прокурор копию. У меня отвод устный. Я не успел подвязывать из-за нехватки времени, потому что видите сами, как идет. Поэтому у меня отвод был устный, у меня нет, чтобы дать его править. Это раз. И, значит, возражение в связи с тем, что заявил адвокат, значит, в основном адвокат Воронцов. Он говорит, что мы не доказали это. Речь идет не об этом. Вот я цитирую еще раз статью 65-ю. Она говорит, что судья не может участвовать в производстве по делу. Также в случаях, если имеются иные обстоятельства, ну, тут иные, вместо того, что вы являетесь родственниками и так далее, мы это пропускаем. Вот помимо этого, если имеются иные обстоятельства, дающие основания полагать, что вы лично, прямо или просто, заинтересован в исходе дела. Вот поэтому я говорю, есть обстоятельства. Вот то, что я рассказал, как было удовлетворено, как было нарушено право, это факт. То есть здесь мне ничего и доказать не надо. Это есть. И я говорю, что вот эти обстоятельства дают мне основания полагать, что вы заинтересованы. Может быть, вы на самом деле не заинтересованы. Может быть, это вы просто сделали вследствие своей некомпетентности. То есть, что назначили раньше, не даст нам возможности это реализовать. Я сейчас не вхожу в это обсуждение. Я говорю, что мне это дает основания полагать. То есть я допускаю эту возможность. И вот если только вот это наступает, это уже является основанием для удовлетворения. Поэтому возражения прокурора и адвоката неправомерные. Основания вы не дали полагать. Вот на этом основании отводился отвод. Так, еще реплики. Если у них реплик нет. Я прошу, если будет отказаться в удовлетворении отвода, чтобы суд вынес мотивированный отказ. Так, есть еще другие реплики? Если другие реплики нет, суду понравится начать в руководство. Так, все, 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 все.